Мы же дальше поставили вдоль берега. Так, я вчера пришел сюда, попросил разрешение, все официально. Анфиса, пожалуйста, зайди сюда. Зайди, потом уйдешь, зайди сюда. Она болеет. Ну болеет, как раз выздоровеет, мы молиться будем. Зайди, не пожалеешь. Зайди, пожалуйста. Она болеет. Вот вышла из храма и сразу заболела, но это нереально. Зайди на 5 минут, она болеет. Поддержишь его, но она теперь пошла дальше, можно не слушать. Сказал бы, что-то требуется большое или нет. Так, попрошу внимание, начните с этих цветов. Вы где их добывали? Купила в магазине. А ты знала, как они называются? Да, питуньи. Все до одной? Все до одной, да. Это такие цвета? Да, посадили. А почему они разные? Это искусственно вылили? Ну да, это и выглядит. Значит, есть такие любители, которые не просто держат там скотину, а они со рта выводят. Посмотрите, какие тонкие оттенки. Особенно вот этот вот красный, а этот-то какой? Розовенький, белый. А этот не розовенький, а даже с каким-то фиолетовым оттенком вот этот вот. Это на крыльце у них столько. Игнать Тихонович, вы пришли, надо немножко раньше было прийти, когда у меня цвели лилии, красавицы. Так меня спросили на этой неделе, я бы пришел. И розы отцвели сейчас третий раз, они только бутоны набирают. Я отвечаю на это. На этой неделе прошедшая в интернете, мне попросили снимите, сходите. Понимаешь, это упущение дальше. Вот посмотрите, какие цветы. Маленько можно даже пройти. Ну, цветы обыкновенные. Что обыкновенное-то? Человек под старостью не все делает, что в юности делал. А это сохранило любовь к цветам. Да, я их очень люблю. Вот она их очень любит. Очень люблю. Сколько себя помню. Подожди. Исаки. Исаки, вы потом поговорите. Пожалуйста, подойдите сюда. Почему, когда я где говорю, все кто-то отвлекает людей? Это никто же не отнимает возможности побеседовать. Вот лилии красивые очень были. Настолько красавицы. А запах какой у меня был. А это не гладиолусы? Надежда Васильевна, вы видели? Это не гладиолусы? Это гладиолусы. Надежда Васильевна, пока не трогай ее. Вот. Такого цвета я никогда не видал. Посмотри. Это гибриды. Это выведенные сорта. Жена-то какие. Какие тонкие оттенки. Да. Посмотрите на лилии. Господь говорит, посмотрите, и Соломон во всей славе мирного времени так не одевался. Да, да. Вот о чем речь. О картошке нету слова в Библии. А мы ее любим. Вот розы. Какие розы красавицы. Все знают. Я ношу на кладу. А вот сейчас вот видите, они набирают только новые. Это третий заход. Немножко с опозданием из-за того, что холодно было. Вот розочка, вот красавица. А их очень много будет. И было много. На удивление. Прям все. Так, сюда не отдыхайтесь, пожалуйста. А вот это что за свет? Вот это. Ну это, как бы вам сказать. Шафран, наверное. Да. Как вот. Бархатцы. Да. Это шафран. Вот я и говорю, кто-то подойдет, что-то подскажет. А вот это вкус большой. Это георгин. Георгин. А вот это флоксы уже цвели. Тоже красиво очень цвели. Понятно. Вот. А цветают уже. Это тоже георгин, но это из семян выращенных. А это из картошки. Разница вот такая. Видите, цветок не такой. А ты, которые, ты говоришь, отцвели, это что? А, лилии. Лилии. Да. Они очень душистые, но очень красивые. Мне так они нравятся. И у меня один цвет остался. Один год мыши все поели. И вот этот клуб такой вот остался. Я их разделила и на другое место посадила. Были несколько цветов. А по одному цветочку можно сорвать? Я ближе поднесу к нему. Вот этот вот. Сорвите. Вот посмотри. Какая разница. Надо такой краски нагнать. А все грязь откуда? Возвух один, солнце одно, земля одна. Влага одна. Вода одна. А то говорит, вот это искусственно. Нет, это вот большая работа проведена. И вот этот вот с яблоней уже не скрестишь. А только цветок с подобным ему. И тут посмотри еще сколько. Там какие ветки то идут. А там то какой свет. Давайте как выходу посмотрим. Так, а вот это что за цветок большой? Вот так. Это тоже георгин. Только маленький георгин. Ооо. А синики вот эти бархатистые? Да. Ну да. А вон тот синики бархатистые белые. А это как ее называют? Герат. Нет. Вербена. Вот это вербена. Я два сорта сажала. Один сорт зашел, а второй нет. Ни одной не зашел. Да. А разные цвета были. Покупаешь ты же не знаешь что там есть. Ну конечно. Нашим сказали лук. Вот такая лук вырастет. Посадили там один венок вырос и все. Вот. А наши взяли думали действительно семя луковое. О, шмель. Есть цветы которые опыляют только шмель. Где-то в Швейцарии огромная-огромная цеха стоят и выводят шмелей. Семейство. Тысячи клеток. Потом продают и они опыляют вот такие трудно опыляемые. Пчела не может взять. И они цветы поставляют на весь мир. Швейцария. О, видишь как. Так мало того запахи. Еще и цветок если в каком-то отношении, в процентном отношении, еще от какой-то болезни. А мы-то ничего этого не знаем. Да, да. В Латинской Америке, говорит, лечат таким лекарством, от которого человек предпочитает болеть чем есть. Вши. Засушенные. Вместе с какими-то там лягушащими лапками. В какое время. И люди выздоравливают. В Китае лечат даже раковые опухоли в последней степени. Как? А они знают это. Мы идем среди тайны. Вот это вот что есть. Красиво и дальше побежал. Вот. Кто видел фиолетовую или черную розу? Загадка мира. По сегодняшний день работают тысячи вот этих световодов. Как их назвать. И рядом где-то стоят, говорят, но никто не может сказать, чтобы роза была черная и пиолетовая. Пока нету. Какое препятствие никто не знает. Владимир Тихонович, а вот черная, видите. Да, ну это хорошо. Это вот питунья такая. Ну да. Посмотри. Но это не роза. Нет. Роза называется сориса-светок. Сколько в ней лепестков? Кто знает в розе? Не сочтешь. Я одно время задался целью узнать, какое одно семечко больше всего семян приносит у нас на огороде-то. Вы никогда не догадаетесь. Редьки. Одиннадцать тысяч семян. Одиннадцать тысяч. Это столько икринок внутри щуки. Вот, пожалуйста. Благодарим за привет, за хорошую экскурсию. Так, вы не откажитесь, за вами машина заедет, чтобы завозили показать, где мы работали. Я попрошу, пожалуйста. Пожалуйста. Один сейчас. Один тут рядом со всем. Ты не пожалеешь. Для здоровья. Сестра, для здоровья. Ты увидишь, что мы там сделали. Откуда мы приходим. Алеша, пожалуйста, привези ее здесь рядом. Пусть она увидит красоту, где она живет. Что мы сделали, как рыбачим. Она просто тут рядом. Километра полтора. Красотища. Так. А в одиннадцать мы ждем на выходе из деревни. Ну это же видеокамера, то же не фотоаппарат вам. полтора кирпича.